Отличный бой. Что с рукой? С рукой? Ну, травма, наверное. Сейчас поедем в травмпункт, посмотрим, узнаем, что случилось. Снимок покажет. Но не перелом? Я не знаю, честно сказать. Еще пока правая нормально, правая рабочая. С правой меньше работал, ну, может, попадал, а вот левая почувствовал, что где-то какая-то травма имеется. А вообще, как часто ты травмируешься после боев? До этого два боя прошло довольно-таки без травм. Ну, кулачки немного, конечно, побаливали, но ничего критичного не было. Ну, а сейчас, не знаю, посмотрим. Снимок покажет сейчас, узнаем, что там. А какие впечатления остались от поединка? Уже пару часов прошло. Впечатления? Только положительные. Я же выиграл. И меня это радует. Выиграл, как бы, не по очкам, а досрочно. Вот, поэтому, ну, астероид, Рустам молодец, крепкий парень. Вот, ну, победа была сегодня удача на моей стороне. Я этому радуюсь. Ну, было впечатление, что он пару раз тебя зацепил, как бы, там, тебя не вело в бою, не было каких-то таких ударов. Я же говорю, вот только что ребятам рассказывал, мой нос не даст урать, конечно, он зацепил неплохо. Я почувствовал один или два удара, ну, залетело очень даже прям неплохо. А в остальном, как бы, где ты считаешь, что его переломил и за счет чего выиграл в этом бою? Ну, я думаю, за счет, может быть, боксерских каких-то навыков, которые у меня имеются, скорости, может, где-то дистанции, тайминга. Вот, длины рук, опять-таки же, а параметрия немало имеет значение, вот, именно в нашей категории 85. Я пока что там самый высокий, длинорукий. Стараюсь этим пользоваться. Так что, ребята, берите на заметку это. А ты наблюдал за поединком Наима и Кратоса. Какие ответы для себя ты получил от увиденного, после увиденного? Ну, посмотрел, как работает Сергей, посмотрел, как работает Наим, сделал выводы определенные, посмотрим еще раз. И уже, исходя из этого рисунка боя, будем строить определенные комбинации, технику, подстраивать что-то, если нам предстоит в дальнейшем с ними встретиться. Будем, как бы, использовать все вот эти варианты. Теперь, скорее всего, ну, скорее всего, ну, с большой долей вероятности, твой соперник Наим. Так что, тут даже, других вариантов нет. Ну, конечно, с Наимом, если нам удастся за персень побороться, будут определенные наработки, будут определенные, там, моменты обсуждаться со своей командой и принимать решения по плану боя. А потом вы все увидите, если мы зарубимся, вы все увидите, к чему привели наши тактики, стратегии. Ну, зарубу бой, да? Я никогда не делаю акцент на зарубиться. Я хочу показать красивый бой. Я всегда, мне ближе такой более классический вариант бокса. И поэтому я отдаю предпочтение более такому чистому ведению поединка, нежели грязному. Там, лететь, крушить, ломать. Хотя физически, ну, я себя чувствую довольно-таки сильным человеком. Ну, мне нравится применять более тактические приемы, технически правильные удары. Вот, поэтому, не знаю, заруба, если нужна. Я с Рустамом тоже, меня если, ну, зацепит, то я не против зарубиться. Потому что это азарт, это адреналин. Хочется тоже бам-бам-бам там в размин пойти. Не без этого. И людям нравится. Ну, вот тебе как проще, когда соперник на тебя прет, или когда больше такая игровая манера у противника? Ну, вот опять-таки же, вот, беря ситуацию с Рустамом, мне, по идее, надо было как бы больше вторым номером поработать, на себя его вытягивать. А мне вот хотелось с ним где-то и подзарубиться, и шел на него, хотя можно было этого избегать. Потому что, ну, где-то натыкался на такие удары, которые принимал. Вот. По-разному, все по ситуации, по настроению. Картинка боя, она складывается, все там в тайминге, все доли секунды ты принимаешь решение, и уже это выдаешь, показываешь в бою. В интервью Ярославу Степанову ты говорил, что видишь себя в том числе и в боксе. Позволяет ли твой контракт с лигой ТОПДОГ выступать параллельно в боксе? Да, позволяет. Я думаю, с ребятами мы обсудим. Жаль, что у ТОПДОГа нет такого варианта. Я бы с удовольствием и на этой платформе попробовал себя в профессиональном боксе. А так, хотелось бы дальше. Ну, я изначально занимался боксом, мне это близко. А кулачные бои пришли не так давно. Поэтому корни у меня оттуда растут. И хотелось бы, конечно, дальше в боксе тоже попробовать. Ты также говорил, что в бокс тебя привел Дмитрий Кудряшов. А можешь вспомнить, ну, расскажи о истории знакомства с Дмитрием. Ну, привел меня не Дмитрий Кудряшов, привел меня отец в зал. Но с Дмитрием я до этого встретился. Мы с ним занимались каратэ одно время вместе. Потом он, видимо, ушел на бокс. И мы через какое-то время с ним встретившись. Ну, это мы были маленькими детьми, вообще там, поскольку было там юноши. И он говорил, что пошел на бокс, и то, что его это зацепило, ему это нравится. И позвал меня, как бы не позвал, а предложил, говорит, вот классная тема, бокс, подтягивайся. И я в этот же день пришел к отцу и сказал, пап, я хочу на бокс, отведи меня. И он меня отвел. Ну, не знаю, на следующий день, ну, в скором времени. А спарринги бывали? Да, с Дмитрием мы спарринговались неоднократно. Были у нас с ним спарринги в том году. Вот, имело место быть, наверное. А он не может посодействовать, ну, чтобы ты уже начал так активно выступать в фрукбоксе? Ну, я думаю, Дима не откажется, он всегда рад побоксировать, он всегда, у него зал открыт. Поэтому к нему можно прийти и сказать, Дим, что, пойдем, позанимаемся. Мы пойдем и потренируемся, побоксируем вообще без проблем. Какой прогноз на его бой с Вагабом-Вагабом? Я уже говорил, я думаю, Диму уронит Вагаба. А почему? Ну, потому что Дима профессиональный боксер. Вот, у него любительская школа большая. У него много боев по профессиональному боксу. У него физически сильный, и я думаю, что он выиграет. Я видел, как Вагаба вбьется, я не унижаю его мастерства. Но в сравнении я, как бы, думаю, что Дмитрий выиграет. Александр, а после 7 лет, в Минсад не есть столь отдаленный. Ну, для тебя наверняка бои в Сене это детский сад. То есть, можно это уместно так говорить? Да нет же, ребят, какой же это детский сад? Я с каждым боем, выходя в Сене, я испытываю просто колоссальную выплеск адреналина. Это ни на что не похоже. Потому что такие ощущения, они никогда не будут для человека чем-то обыденным. Ты просто выходишь, ты попадаешь в какую-то матрицу, настолько это ошеломляющее состояние, что это далеко не соревнования по боксу, любительские соревнования, по профессионалам не выступал. Но я думаю, что вот это кулачный бой, он определенно немного другой. То есть, переживание побоишь, ясно, да? Настрой, другой настрой. Ты выходишь, ты понимаешь, что это драка. Ты сейчас выходишь, и тебя будут бить кулаком по лицу, и ты будешь бить. Это надо просто прочувствовать, чтобы понять. Так сложно. То есть, волнений больше, чем в борсе, когда ты выступал? Я выступал довольно-таки давно. У меня был по боксу опыт соревнований на области. Это было там пару лет назад. Спустя 15 лет я зашел в ринг. Я по юности боксировал. И там я не ощутил, конечно, такого. Просто как бы вышел, побоксировал, побился два боя. Один выиграл, один проиграл, там второе место взял. Ну, все равно, конечно, было интересно, захватывающе. Но это другое, это шоу, тут люди, тут рэкбист раскачивают. Это очень мощно, здесь все по-другому, конечно. То есть, сильно заводит, когда там толпа поддерживает, крики все. Да, конечно, меня это очень заводит. Меня это настолько заводит, что я чувствую мощнейший прилив энергии, адреналина. И мурашки по коже, волосы дыбом встают. Это очень круто. Александр, когда будешь готов вернуться? Ну, опять-таки же, ребят, съездим, вот сейчас посмотрим, в чем я. Или хотелось? С рукой, я бы хоть завтра вернулся бы, потому что мне это нравится, тренироваться, выступать, показывать свои навыки, свой уровень. Все будет по состоянию, рук, ног. А выступать до какого возраста ты планируешь? Да я себя не чувствую где-то каким-то там уставшим. У меня наоборот, мне кажется, с каждой неделей подготовки я становлюсь все сильнее и быстрее. Пока у меня даже мыслей не было, там где-то заканчивается. Пока идет, идет. Мне это нравится, и это главное. Спасибо большое. Благодарю вас тоже. Удачи и без травм. Давайте, парень, спасибо. Спасибо. Спасибо.